Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Вадим Пачема. Смотрите сегодня. 13-е по счету и рекордное по количеству журналистов. Владимир Путин провел очередную пресс-конференцию. Сотни тысяч и даже миллионы рублей долги предприятий Республики по зарплате обсудили на заседании межведомственной комиссии. Праздник к нам приходит. Чебоксары готовы к новогодним каникулам. Сегодня президент России Владимир Путин провел большую ежегодную пресс-конференцию. Она длилась почти 4 часа. Свои вопросы пытались задать более 1600 журналистов из сотен СМИ России и зарубежья. Среди них были и представители республиканских СМИ. Национальную телерадиокомпанию представляла Галина Титарчук. Она выходит с нами на связь. Галина, добрый вечер. Добрый вечер, коллеги. Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина проходила, как и предыдущие годы, в центре международной торговли. В этом году было одно из отличий то, что первым предоставили слово региональным СМИ. То есть начали не с кремлевского пола, как обычно, а с регионов. Вопросы подвучали самые разные. Поговорили и показатели экономического развития страны. И о том, что Путин идет на выборы, с какой программой он туда идет. Одним из первых задали свой вопрос наши коллеги из Татарстана. И они, конечно, не могли не поднять такой вот момент языкового вопроса и укропнения регионов. Путин пообещал, что регионы и языковые особенности каждого из них – это наша гордость, наше богатство. И никогда не будет такого, что регионы будут укропняться и языки будут исчезать. На пресс-конференции от Чуваши принимали участие четыре средства массовой информации. К сожалению, никто из нас не смог задать вопрос. Но, тем не менее, конференция была очень полезная. Мы смогли пообщаться с коллегами из других регионов. Галина, большое спасибо за информацию. А подробнее о том, как прошла конференция президента России, мы расскажем вам в завтрашнем выпуске программы «Республика». К другим новостям. Стратегия на годы вперед. Как в республике будет развиваться экономика, жилищно-коммунальная сфера и медицина обсуждали сегодня в Доме правительства. Перед заседанием Михаил Игнатьев посмотрел, как в Чувашии развиваются реабилитационные технологии в здравоохранении. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Лечебные возможности этой здравницы привлекают даже гостей из Москвы. Жители мегаполисов сюда приезжают часто. Так что пришла пора это медицинское учреждение модернизировать. Только в этом году инвесторы вложили более 100 миллионов рублей. У нас есть для небулайзеров все препараты, которые муколитики, бронхолитики, все под назначением врачей. Радоновые ванны, ингаляторий, барокамера, современные аппараты УЗИ. Большая часть пациентов восстанавливаются здесь после перенесенных инсультов и инфарктов. Одна из самых востребованных процедур – массаж ног и спины. Очень хорошие кольки, которые сама массируют. Сначала идет самодиагностика, состояние спины. Сама выищивает, где какая мышца напряжена, какая мышца расслаблена. Автоматически задается программа и автоматически идет массаж. Модернизация вода грязи лечебницы должна отразиться на инвестиционном климате региона, отмечает Михаил Игнатьев. Для республики медицинский туризм – приоритетная сфера. Поток пациентов у столичного санатория может быть увеличен. За три года здесь намерены благоустроить парковую зону и оборудовать новый лечебный блок. Инженерная система будет полностью подводиться новая. Это система сброса грязных простыней. В республике продолжают выстраивать новую модель медико-санитарной помощи. Развитие отрасли обсудили члены совета по инвестиционному климату и приоритетным проектам. В ближайшее время больницы перейдут на электронный документооборот. На бумаге перестанут выписывать даже справки и больничные листы. Есть и другие планы. Комфортная запись на прием врача мы должны обеспечить ей при непосредственном визите вежливую и открытую регистратору, сопровождая электронными системами управления чередями, которые напоминают систему банковского обслуживания населения, а также создать поликлинику, где можно комфортно сидеть, не тратя много времени, дожидаться приема врача. Абрабация новой модели поликлиник. Планируется сократить время оформления записи на прием врача, не менее чем в три раза. Сроки прохождения. Первый этапа диспансеризации до двух дней. Сегодня есть у пациентов вопросы по этому поводу. В стратегии развития республики на грядущую восьмилетку расписаны и планы по повышению производительности труда. Перечень первоочередных предприятий, которые вошли в программу и предполагаемых для участия в этой программе, у нас заявлено 11 предприятий экономики. Они их выбирали по определенным требованиям, критериям вернее. Это больше 800 миллионов отгрузки должны они по году иметь, имеющие планы по модернизации. Зеленый коридор открывается и перед сферой малого бизнеса. Для предпринимателей в правительстве предлагают ввести налоговые льготы. По инвестиционному вычету, я считаю, что нужно все-таки эту тему обсудить. Это все-таки связано в первую очередь с модернизацией предприятий, с покупкой нового оборудования. Поэтому у меня предложение, наверное, Министерству экономики с бизнеса, сообществом обсчитать этот вопрос. Необходимо развивать и цифровую экономику. Эту задачу перед властями регионов поставил президент России Владимир Путин. Послание Федеральному собранию президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству выработать системные подходы к наращиванию кадровых, интеллектуальных, технологических возможностей России в области цифровой экономики. Кроме этого, мы можем обеспечить конкурентоспособность нашей экономики по ряду направлений достичь лидерских позиций. Приоритетные проекты должны быть реализованы в отведенные сроки. В следующем году руководители ведомств представят подробные отчеты, как достигаются контрольные показатели. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин, Республика. Чуваши Автодор 54 миллиона рублей, Инстрой 6 миллионов, ГЭСстрой 963 тысячи. Это цифры задолженности предприятий по заработной плате. На межведомственной комиссии руководители компаний, контролирующих министерство, отчитались о том, как меняется ситуация по долгам. Строительные должники, невыплаты зарплаты своим работникам, Гришат, ГЭСстрой и СУОР. В последние сейчас закрывают долги. За октябрь погашено 95%. Акционерное общество ГЭСстрой задолжало сотрудникам 963 тысячи рублей. Общество реализуется неиспользованное в производстве основные средства. В первую очередь речь идет о гаражных боксах. Ведется работа от погашения депутатской задолженности. И по оперативной информации, полученной на 1 декабря текущего года, имеющая просрочную задолженность, полностью погашена. Те же проблемы есть у дорожников и транспортников. Чуваш Автодор и Чуваш Автотранс сейчас находятся в процедуре банкротства. Тем не менее, возврат долгов работникам это не отменяет. И если в Автотрансе зарплату людям дают с задержкой на несколько недель, то у Автодора серьезный долг в 54 миллиона рублей. Чтобы его погасить, на торгах распродают имущество компании. С учетом проведенных торгов 4 декабря у нас поступило заявок на 61 миллион рублей. То бишь, две трети задолженности перед зарплатой будет погашена до середины января 2018 года. Остальная задолженность по зарплате, она будет все-таки погашена в первом квартале 2018 года. Не все руководители компаний дали внятные объяснения сложившейся ситуации. Глава региона Михаил Игнатьев напомнил, что республика внимательно следит за теми руководителями, которые экономят на своих сотрудниках. За бездействие вас могут привлечь к ответственности. Про это прошу не забывать. Не пугаю я вас, соответственно, и все остальные службы, ведомцы, они делают свое дело. За действие и бездействие на сегодняшний день законодательная база одинаковая. Оценивать любого должностного в лице. Ирина Волкова, Мальвина Петрова, Сергей Адушкин, Республика. Сегодня в Доме правительства прошло заседание координационного совещания при главе Чувашии по обеспечению правопорядка в регионе. В режиме видеоконференции в нем приняли участие главы администрации муниципалитетов и представители правоохранительных органов на местах. Обеспечивают правопорядок сразу несколько правоохранительных структур. Полиция, прокуратура, Следственный комитет, УФСИН. Понятно, что работают они в тесном взаимодействии. Хорошая новость уходящего года. Общее количество преступлений совершено практически на 7% меньше, чем в прошлом. Но не во всех районах динамика положительная. Рост преступности зарегистрирован в Валиковском, Цивильском, Яльчинском, Калининском районе, города Чебоксары, Яльчинском районах, Канарском районе и городе Канаше. При этом выросло количество особо тяжких преступлений, в том числе и убийств. Большинство из них произошли на почве семейно-бытовых конфликтов, подчеркнул прокурор Чуваши. Еще один важный факт. В целом, меньше преступлений стали совершать несовершеннолетние. В цифрах это выглядит так, на 17%. Но в то же время увеличилось число особо тяжких преступлений среди этой категории. Среди них превалируют преступления, связанные с оборотом наркотиков. Так что вопросы остаются. Решать их надо, привлекая и гражданское общество. На южном поселке в Чебоксарах идет строительство канализационной системы. Деньги на это заложены в инвестиционной программе Чебоксарского водоканала. Жители частных домов южного поселка долгое время жили без централизованного водоотведения. До недавнего времени с проблемой канализации каждый дом разбирался самостоятельно. Практически у всех здесь свои ямы для стоков, на очистку которых тратились собственные средства. Когда будет у нас канализация, она решит вопрос, не сколько председательный вопрос домохозяев, но в то же время экологический. Поскольку все эти ямы, конечно, не только они попадали в Волгу, а не какая-то часть воды все равно сачивалась в грунт. И выходила в реку Кукшумка и далее на Волгу. Жители улиц Фадеева, Божова, Новая, Боголюбова, Руставелли выступили инициаторами строительства общей канализационной сети и заказали проектно-сметную документацию. Администрация города их поддержала и включила в инвест-программу водоканала. После этого и началось строительство общего водоотведения. С 2016 года были выполнены часть работы. Это строительство канализационной состанции, напорной системы водоотведения. В 2017 году начали строить систему водоотведения по этим улицам. В этом году планируется выполнить укладку линий канализации. Стоимость строительства составила более 24 миллионов рублей. Централизованная канализация на 120 домов должна заработать в следующем году. Подключение к общей сети жители произведут за свой счет, но не жалеют об этом. Главное – комфорт. На этом они останавливаться не намерены. Люди надеются, что при поддержке властей здесь построят и асфальтированную дорогу. Сегодня исполняется 45 лет мемориальному комплексу летчика-космонавта Андриана Николаева в Шоршеллах. Когда-то это был школьный музей космонавтики, со временем получивший статус национального. В 1962 году известие о том, что в космосе уроженец Чуваши мигом облетела всю республику. Встречали его на родине тоже всей республикой. Он стоял, видите, вот. Он когда ехал туда, в сторону вокзала, значит, он как раз на моей стороне. Да. Это я запомнила хорошо. Так много народу было. Несмотря на то, что Андриан Николаев жил и работал в Звездном городке, связи с малой родиной он никогда не терял. Самые ценные экспонаты – Шоршельский музей получил из его рук. К началу 2000-х экспозиция уже не умещала в старой школе и музей обрел новое здание. Я не ожидала. Я слышала, я видела в интернете фотографии. Но я не ожидала, потому что это надо увидеть своими глазами. Я не ожидала, что здесь еще такой дух внимания, доброты, памяти. Сюда надо приезжать. Я считаю, правильно, вот вы сейчас организуете туристические маршруты. Пусть со всей России сюда люди приезжают и видят, как в республике Чувашия относится к своему герою-космонавту. Сегодня комплекс включает дом-музей, семьи Николаевых, сад, парк с аллеей космонавтов, часовню-усыпальницу над могилой Андриана Григорьевича Николаева и, собственно, музей космонавтики, в котором уже пять залов. Ежегодно гостеприимная Шоршельская земля встречает около 70 тысяч экскурсантов. По-прежнему частые желанные гости здесь – летчики-космонавты и их семьи. Зачем на деревья посадили ежей и каково это – ездить на велосипеде с лыжей вместо колеса? Об этом расскажет Ольга Пырочкина. Вместе с главой администрации Чебоксар Алексеем Ладоковым наша съемочная группа проверила, насколько город готов к новогодним праздникам. Главную елку города и прочую красоту на площади республики представителям городской администрации видно из окна. Так что первой точкой объезда по-новогоднему украшенного города стала набережная. К нашему приезду здесь наблюдалось активное движение лыжников. У пляжной зоны открыли пункт проката спортивного инвентаря. Лыжня хорошая, инвентарь тоже в сочинении красивый, разные фонари светят. Красиво, волга тут. Предлагают в прокате нечто экзотическое. Это велосипед, снежный велосипед для катания зимой. Как вы думаете? Зимний вариант, вот так скажем, велосипед зимнего варианта. Как вы думаете, те, кто на лыжах не особо стоит, как вы думаете, они вот справятся с такой штукой? Конечно, тут только умение кататься на велосипеде и все. И хорошие сильные руки, чтобы управлять. Рекомендовать что-то вам, уважаемые телезрители, не попробовав на себе мы не можем. А поэтому первый раз в жизни седлаю зимний велосипед. Сложно, непривычно, но интересно и достаточно весело. Ни корреспондент, ни прохожие не пострадали. Кроме пункта проката, с 30 декабря по 8 января здесь будут работать кафе, торговые точки и аниматоры. Двигаемся в сторону сквера Константина Иванова. Световым оформлением этой зоны занималась казанская фирма. На языке специалистов эти украшения называются ежами и тающими сосульками. Все оборудование светодиодное, все оборудование энергосберегающее. Ничего, так скажем, из старого, не светодиодного, у нас не применяется. Деревья светятся красиво, а вот памятник Константину Иванову в темноте не видно. Это Алексей Ладыков поручил исправить. А еще нужно поставить лавочки, отметил глава администрации, видимо, заметив сидящих прямо в сугробе молодых людей. Полностью к новогодним праздникам территория будет готова через неделю. Мы, как горожанам, обещали работу набережной и в зимний период. Пользуясь случаем, приглашаем всех на московскую зимнюю набережную для отдыха, для занятия зимними видами спорта, для прогулок. Рядом с мужским монастырем есть место для автомобилей. То есть автолюбители могут заезжать, оставить машины, пройти 50 метров и прокатиться на лыжах. На Красной площади начал работать каток и прокат. Для обучения детей здесь закупили специальных пингвинчиков. У тех, кто постарше, свои интересы. Здесь народу много, девочки красивые. К концу недели здесь должны продавать горячий чай, кофе и фастфуд. Журналисты предложили заменить его на блины. Руководство города идею одобрило. Еще одно пожелание градоначальника – наладить уборку снега. В целом город к Новому году и каникулам готов. Теперь главное, чтобы не подвела погода. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов, Республика. Несколько лет назад сотрудники кадровых служб в Чебоксарах объединились в неформальное профессиональное сообщество «Клуб кадровиков». О том, какие проблемы волновали их в уходящем году и какие задачи ставят специалисты на 2018-й, в нашем следующем сюжете. Сегодня в Чебоксарах проживают почти 300 тысяч человек трудоспособного возраста. В 2017 году на столичных предприятиях не было масштабных сокращений. Это позволило кадровым службам и столичному центру занятости выполнять свои функции в штатном режиме. Начиная с 2015 года, трудоустройство лиц, которые стоят у нас на учете, мы увеличили 74% в 2015 году до 85% в 2017 году. Это раз. Второе, я вам хочу сказать, что трудоустройства подростков у нас практически почти в 2-3 раза больше, чем у наших соседей. Юристов и экономистов на рынке труда по-прежнему переизбыток. Требуются швеи, водители, арматурщики, каменщики. Нехватку представителей рабочих специальности ощущают практически все предприятия. С учетом специфики рынка труда нашего города, мы испытываем кадровый голод. Все промышленные предприятия, они думают, что мы единственные в этой части, особенно технические, где требуется рабочий персонал. Нам на следующий год требуется увеличить численность по основным производственным рабочим на 318 человек. Говоря по программам профессионального переобучения или по цене специальности, которые нам необходимы, мы специально вынесли эти специальности. Причем эти специальности не только по рабочим профессиям. Те же самые экономисты будут работать на наших предприятиях. Только в этом году новые профессии получили тысячи человек. Почти все трудоустроились на предприятии Чебоксар. Какие специальности предложить для переобучения обсуждают в клубе кадровиков. Изменилось обучение людей. Мы в прошлом году впервые стали обучать на дизайнера. То есть эти люди, которые могут сидеть у себя дома. Мы стали обучать такой профессии, как продвижение товаров, то есть онлайн. Вот эти новые профессии, я считаю, мы их продвигаем. И время требует от нас вот этих профессий. Рынок требует от нас. Центр занятости и предприятия города тесно сотрудничают в организации общественных работ и трудоустройств подростков. На итоговом заседании клуба кадровиков обсудили перечень актуальных специальностей и возможность создания рабочих мест на следующий год. Весь год КВНщики соревновались за звание лучших в каждой лиге. В декабре, как правило, сезон заканчивается. В столице Чувашии год завершился зимним кубком лиги особого статуса Международного союза КВН-подъем. Юлия Важенина подробнее. С полицией не шутят. Мы привыкли считать, что они с юмором на «вы». Хотя на играх самой сильной и мужественной лиги КВН ее участники доказывают обратное. Вы еще гадаете, умеют ли шутить люди серьезной профессии? Давайте разбираться. Шутить умеете? Конечно. Ну-ка. Периодически. Колобок повесился. Усталки? Ноги отрубили. Люди думают, что мы все злые, какие-то строгие. Нет, не так это. Все мы добрые и хотим показать это всем на сцене. Большое будущее! Вперед! Не сказать чувака прямо в сердце. Особая лига КВН-подъем появилась более 10 лет назад. Ее игры проходят в самых разных городах России. В основном в тех, где хорошо развито это движение. В Чебоксарах зимний кубок разыгрывается вот уже второй год подряд. Хотя своих КВН-чиков-погонов в Чувашии пока нет. Полицейские – это такая профессия, которая очень приближена к народу. Их юмор интересен, он актуален очень. Все, что связано с полицией, всегда вызывает резонанс. Неважно, плохое это или хорошее. Мы пытаемся вызывать хороший резонанс. Лица полиции, 30 грамм юмора, смягчающие обстоятельства. Их развествует милиция, новые кадры. 9 команд из разных городов соревновали за звание чемпионов и главный трофей игры – Большой зимний кубок Лиги Подъем. А теперь представьте, очень хороший детектив в парке. Я все узнал. Ваша жена вам изменяет. Что, моя жена изменяет? Да. Стойте, ну я же не просил вас следить за ней. Я работаю на опережение. Кто, с кем она изменяет? Покажите мне его. Вот, смотрите фотографии. Ух ты какой. Да, классно, я даже лайкнул. Кстати, в этом году не обошлось без сюрпризов. Организаторы Лиги подготовили подарок всем ценителям КВНа. Танцевальное шоу от артиста цирка Дзюсалей Марио Форелли. Кстати, вместе с ним на сцену вышли и наши танцоры. Это такой микс. Это микс хип-хопа, стомпа, много всего. Такая мощная дрововая музыка, такая в стиле сенсейшн. Итог игры «Малый зимний кубок» достался команде, смягчающей обстоятельства из Нижнего Новгорода. Большой зимний кубок увезла сборная ФСА в Иркутск. Самый главный большой кубок забрали полицейские города Омс команда Алексей Сергеевич. А КВНщики из «Большого будущего» стали победителями в номинации «Лучшая шутка года». Юлия Важенина, Сергей Адушкин, «Республика». Таким стал этот четверг глазами корреспондентов национального телевидения. Впереди вас ждет полезная информация, а я с вами прощаюсь. Анна Ивановна не раз слышала о воздействии магнитного поля на организм человека. Но о том, что магнитотерапию можно применять в домашних условиях для лечения артроза, артрита, остеохондроза, узнала недавно. Знакомые посоветовали «Алмак-01». Этот аппарат прост и удобен в использовании специальных навыков, не требует. Достаточно просто ознакомиться с инструкцией или получить консультацию у специалиста. В ходе реабилитации мне посоветовали магнитотерапию. Я проходила ее дома, используя аппарат «Алмак-01». Если теперь в семье у кого-то болит спина, колени, случаются травмы или ушибы, мы пользуемся аппаратом «Алмак-01». Уже много лет компания «Алмак-01» выпускает медицинскую технику для лечебных учреждений, а также для домашнего использования. Портативные и универсальные аппараты хорошо и давно знакомы чебоксарцам. Ведь при отсутствии противопоказаний их можно применять при целом ряде симптомов. Даже физиотерапевты рекомендуют чебоксарцам обзавестись бесшумным помощником, который прослужит не один год. В чем сейчас проблема в гиподинамии? То, что мы малоподвижный образ жизни ведем, поэтому все у нас в организме застаивается. В этом плане, как раз когда застаивается в организме кровообращение, конечно, эти обменные процессы замедляются. А магнитотерапия как раз физиологично, природным способом помогает ускорять это кровообращение. Воспаление суставов при артрезе и артрозе усиливает отек и боль. Кровоток и доставка полезных веществ затрудняется. Вредные продукты воспаления и распады отравляют клетки и ткани. Болезнь прогрессирует. Алмак-01 дает возможность активизировать кровообращение, насытить суставы питанием и кислородом, вывести токсины и тем самым помочь лекарствам усвоиться. Аппарат способен оживить суставы и подарить свободу движения. Мы советуем Алмак-01, поскольку он способен улучшать состояние при хронических заболеваниях позвоночника, суставов, сосудов, людей, ведущих малоподвижный образ жизни или наоборот, испытывающих серьезные физические нагрузки. Перед Новым годом в аптеках и магазинах медтехники можно приобрести Алмак-01 по выгодной цене. В преддверии праздника действуют скидки. Это отличная возможность порадовать себя или близких полезным подарком. Редактор субтитров А.Семкин